Всем привет! У меня сегодня день рождения. Ну, он был 30 июля, но праздную я его сегодня. И лучший подарок, который вы мне можете подарить, это подписаться на канал и поставить лайк. Я вам даже немножко завидую. Сейчас вы посмотрите прожарку с Алексеем Панином. А я пока загадаю желание, чтобы вы еще и оставили комментарий и переслали видео своим друзьям, знакомым и домашним животным. Приятного просмотра! Алексей Панин. Известный российский актер, сыгравший более чем в 100 фильмах. Языком чесать они все смелые. В последнее время Алексей все больше известен по своим короткометражным видео и сексуальным скандалам. Мы извращенцы. Мы любим. И ноги мне в жопу тоже засовывают. Алексей Панин, один из первых, кто открыто осудил войну в Украине, объявлен в уголовный розыск Следственным комитетом Российской Федерации. Теперь все снимки собаки только за отдельную плату. Это Стендап Л.А. Наша первая съемка. Надеюсь, вы нас поддержите. И давайте поприветствуем наших прожарщиков! Наши прожарщики под ваши аплодисменты. Казак, Алиса, Айк, Таир, Петя, Эллер, Аслан. Кто-то знает формат прожарки? Изначально формат прожарки появился на канале Comedy Central. И потом ТНТ украли его и выпустили на ТНТ. А мы спи***ли у ТНТ и вернули прожарку обратно в Америку! Всем привет! Пока вы смотрите прожарку, я решил устроить себе небольшое путешествие. Я нахожусь на Диснеевском корабле. Представьте себе 14-этажный отель, который передвигается по океану. На корабле есть все. Бассейны, бары, рестораны, магазины, спа, фитнес. Два кинотеатра. Корабль вмещает в себя 2,5 тысячи гостей. Кругом шоу, развлечения, вечеринки. А за окном бескрайний океан. О чем еще можно мечтать? Но есть одно но. Папа! Я сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас! Я занят. Папа! Еще одну катку. Я занят. Просто я взял с собой на теплоход игровой ноутбук Катана MSI. Что мне еще может быть нужно? В этих ноутбуках доведена до совершенства каждая деталь. Мы с ним очень похожи, ведь MSI Катана 17 такой же мощный, как я. В нем есть все. Новейшая видеокарта RTX 40-й серии. Процессор Intel Core 13-го поколения. Четырехзонная подсветка клавиатуры с выделенными клавишами WASD, кнопкой включения и стрелочками. Разрешение экрана до Quad HD IPS уровня создано для гейминга с удовольствием. Обновленная система охлаждения не даст ноутбуку перегреться даже при экстремальных нагрузках. Переходите по ссылке в описании и заказывайте ноутбуки серии Катана. Новая реальность уже здесь. Ай! Надо было взять мышку. Они снимают шоу на айфон. Я хочу в процессе вас познакомить с виновниками нашего торжества, с нашими комедиантами, но сейчас встречайте Алексей Пани! Здравствуйте, уважаемые зрители! Я не совсем понимаю, про какую прожарку они говорят, потому что меня, честно говоря, звали на поэтический вечер. Я подготовил даже пару стихов для вас. Чувствую, сейчас, видимо, вам это неинтересно. Лёх, ну столько народа, для тебя это обычная пятница, чего ты. К тому же они все одеты. Я очень рад, что ты здесь, я клянусь. Я прошу прощения, что я в костюме, я не оправдал ваших надежд. Просто дело в том, что я живу в маленьком испанском городе, практически в деревне, и мне совершенно некуда надевать костюм, поэтому пришлось все-таки... Вот там я хожу голый. Я не знаю, чем закончится вся эта авантюра. Хочу вас попросить поддержать ребят, потому что мне терять нечего, а они волновались и готовились. Я недавно познакомился с Алексеем. Я клянусь, это очень открытый человек, вы это знаете во всех смыслах. Алексей Панин один из первых российских актеров, открыто осудил войну в Украине. Нет, вообще это круто, это подвиг, потому что когда ты видишь, как человека ебут ногой в жопу, ты не думаешь, что у него есть какие-то принципы. И Леха очень классный, он приехал к нам без райдера. Серьезно, он абсолютно здесь гость, и он без гонорара. Единственное, он попросил, чтобы в самолете место было, куда больше ног влезет. Extra Leg Space Room, да. Я вам буду говорить реальные факты про Алексея. Вы совершенно не знаете, но Алексей находится в уголовном розыске Российской Федерации, и это не шутка. Это не шутка. Короче, Леха в уголовном розыске России с формулировкой, поправь, если я не прав, за оправдание терроризма. Алексей единственный человек, которого можно с уверенностью назвать юрид-террорист. Алексей Панин не боится тюрьмы. Если Алексей Панин вернется в Россию и попадет в тюрьму, не дай бог, его там спросят, пики точеные или ху... дроченые. И Леха скажет, это все, что вы можете предложить? Обидно, конечно, что мне могут дать и на агента вот за это. Так и напишут, Незлобин прожарил Панина в Лос-Анджелесе. На Санта-Монике. В месяц прайда. Переходим к нашим комикам. Давайте поаплодируем им. Первым пройдет прожаривать Алексея Аслан. Вот он сидит такой красивенький. Аслан с Кавказа. Вы знаете, в свое время Аслан, реальный факт, занимался овощами. А сейчас я учу их с Казатом выступать. Так что мы в какой-то мере коллеги. Встречайте, Аслан! Всем привет! Привет! Похлопаем нашей молодой команде комиков, которые будут прожаривать Алексея Панина. Так сказать, настоящий щенячий патруль. Пару слов скажу про ребят. Тут сидит Алиса, я не буду ее прожаривать, потому что здесь сидит ее муж. Ему это не понравится, потому что обычно этим занимаются другие черные ребята. Давайте похлопаем Петю. Петя Плосков. Петя Плосков очень талантливый человек. Он открытый бисексуал. Он продюсер. Он помог многим звездам стать известней. Например... Я хотел сказать, например, Анастасии Самбурской, которая снималась в сериале «Универ». Ну и в принципе все. Петя похож на человека, который удалил себе три ребра, чтобы делать себе куни. Давайте похлопаем Айку. Представляете? Айк был два раза на шоу «Давай поженимся». Это чистая правда. Два раза. Так что... Петя... Петя сина. Петя сина. Эйлер, давайте похлопаем Эйлерту. Эйлер из Украины. И каждый день он стоит на гвоздях, что потом рассказывает своим внукам, что во время войны он был на самом острие. давайте похлопаем таиру я хотел попросить не сильно громко у него давление и давайте уже перейдем к нашему гостю алексею банину скажу сразу я интеллектуал я не смотрел ваши скандальные видео я читал однажды алексей сказал крым наш и поддержал аннексию но к счастью из него выбили это дерьмо ногами а сейчас обращение к российской пропаганде называя алексея террористом вы занимаетесь оскорблением чувств террористов на самом деле я поговорил с алексеем он очень добрый человек мне даже стыдно за многие шутки которые я сказал я скажу как настоящий кавказец что алексей настоящий волк потому что волка ноги кормят в америке все настолько следят за своим ментальным здоровьем что у них это даже вошло в привычку у них теперь есть универсальный ответ на любой вопрос прикинь я не высыпаюсь сходить психологу бургеры сегодня невкусные сходи психологу вчера был у психолога сходи к психологу но давайте реально признаем что многим из нас этот совет действительно необходим например даже я стал часто ловить себя на мысли что я сильно стрессую когда например у меня много дел но мало свободного времени или когда выбиваюсь из графика съемок кино или перед выступлением на английском языке это вообще кошмар что со мной творится поэтому я решил воспользоваться помощью психолога к тому же сейчас не надо никуда ходить ведь все компетентные специалисты доступны онлайн на сервисе ясно в ясно нет неопытных специалистов или психологов самозванцев все проходят тщательный отбор сюда не может попасть психолог без опыта или с образованием видит трехмесячных курсов при регистрации на сервисе специальный алгоритм подбирает вам специалиста с учетом сложностей которые вы хотите обсудить удобного времени и пола специалиста короче даже если вы были скептически настроены преуменьшали свои проблемы или до сих пор их не осознаете или вообще стендап комик иммигрант то попробовать сервис ясно действительно стоит к тому же стоимость этих сессий для этого рынка очень комфортная а с промо кодом не зло вы получите 20 процентную скидку на первую сессию при регистрации поэтому смотрите прожарку регистрируйтесь в ясно все ссылки я оставлю в описании прикиньте если вы все интеграции посмотрите все промо коды соберете и под разными именами зарегистрируйтесь на сервисе то вам определенно необходима помощь специалиста не стесняйтесь это нормально сервис ясно а мы продолжаем смотреть прожарку и потом звоним психологу чё началось то погоди мы говорили что пол одиннадцатого ну да я хотел сказать но я раньше наш райдеру пол одиннадцатого лёг ты чё это казат казат покажись людям пожалуйста это наш пробник на рулана казату в питере уже пришло три повестки в армию и это абсолютная правда прикиньте насколько там всех что им понадобился казат продавец вейпов из лос-анджелеса казат невыездной из калифорнии вот это да вот это облом я просто первый раз слышу слова в одном предложении невыездной и калифорния но я согласен что казат и калифорния тоже не не за звучит казат и калифорния можно представить в одном предложении только если говорят казат калифорния готова отвози казат прекрасный комик и сейчас мы с вами в этом убедимся встречайте коза добрый вечер народ здравствуйте как ваши дела вижу замечательно действительно я мало известный комик и мне обидно что большинство из вас узнают меня после очередного видео с пониным ну а что поделать гоню за успехом начну шутить с наших друзей а первая шутка про аслана шутя про аслана не хочется говорить секс с овцами но все остальные шутки про аслана не бенеме следующий у нас алиса прекрасная девушка до сидит алиса не любит кофе три в одном потому что и это напоминает о прошлых выходных движемся дальше петя плосков прекрасный парень петя до бисексуал а петя суеверный он не любит говорить слова нет потому что могут сказать ответ поэтому отсасывает не отказываясь он мне предлагает уединиться я не знаю бисексуал как просит алексей я должен повторить бисексуал что вы хотели алексей уже мечтает опять же плоскове петя будь осторожен а дальше таир а как мы все знаем таир наполовину старый наполовину инфо цыган и он постоянно организовывать мероприятия но организовать встречи с парикмахером не может дальше у нас александр супер ведущий до саша на стендап концертах саши зрителям всегда очень интересно всегда очень интересно а вернут ли им деньги за билет дальше у нас элерт а элерт украинский комик или также участку шоу холостячка и добился сердце главной героини да да молодец сегодня тоже хочет дойти до конца и уйти с паниным а теперь шутки про алексея панина мы доехали я хочу рассказать краткую биографию алексея с помощью названия фильмов которых он снимался давайте вам зачитаю название фильмов звезда раскаленная суббота убить вечер даже не думай четыре таксисты собака расплата за любовь четыре таксисты собака 2 и была война объявлены розыск перед вами алексей панин а знаете на что жалуются собаки которые гуляют возле дома панина на панические атаки панин готовился к роли но его не утвердили потому что принц должен иначе вычислять размер ноги золушки панин думает что америка настолько свободная страна что можно разгуливать с таким лицом если начать перечислять всех партнеров с кем спал панин то можно дождаться смены режима в россии давайте перри запишем на бис если начать перечислять всех партнеров с кем спал панин то можно дождаться смены режима в россии на самом деле спасибо большое алексей я тащусь от вашего фильма жмурки и хотелось бы закончить мои выступления фразой киногероя саймона из фильма жмурки чужую слабость надо уважать а не осуждать спасибо большое я думаю вы заметили да что казатта перебежал через границу с тихуаной а окончание еще блять там детеншине сидят казат перебежал из мексики в сша через дырку в заборе и петя шел по этому же маршруту но подумал что дырка в заборе это глори холл и отсосал по граничнику и получил визу талантов сша саш саш я смотрел твое выступление недавно ты у зала пытался выяснить что такое ануслинг да а сейчас ты знаешь слово глори холл братан это же страна разврат а ты что и ты уже три дня в городе а петя плосков петя приехал в америку по программе сакен тревел вы можете знать петю плоскова пошел у него есть youtube канал петя любит выпить где петя мешает гостям коктейли и приятно проводить время встречайте петя плосков спасибо спасибо классно здесь а я хочу начать с аслана в гей комьюнити аслана называют планетарий потому что им нравится любоваться его черной дырой если казат хочет чтобы девушка намокла он берет бубен и вызывает дождь незлоб незлоб спасибо большое за этот проект наши ведущие незлоб вообще идеально подходит для прожарки потому что это кусок сала ладно перейдем к алексею алексей спасибо большое что вы пришли когда панин кончает собака приносит его сперму обратно фильме жмурки панин снимался с михалковым и дюжевым удивительно но панин самый адекватный из жмурок благодаря алексею появился новый бдсм термин панин шмент это когда ты всю жизнь творишь хуйню а наказание получаешь за антивоенную позицию хорошо ладно все хватит говорить про секс панина это не наше собачье дело большое спасибо что вы не ссыканули приехали спасибо за вашу позицию за защиту прав лгбт нет войне спасибо чувствую себя знаете этим ведущим дома 2 когда на проекте образовалась пара мы с вами переходим к таиру самое популярное видео с таиром в ю тубе называется куда пропал таир из камеди и это видео сделал сам таир на канале таира встречайте таир давайте похлопаем нашему ведущему саши незлобину если посмотреть на ю тюбе 10 часов подряд видео как мухи летают над говном то потом ю туб в рекомендованных предложат стендап незлобина аслан живет с мамой сестрой братом и девушкой брата поэтому аслан не может привезти домой овцу ведь придется делиться с братом как вы уже слышали эллиарт прилетел к нам из украины поэтому все его посылают не на хуй а в хуй ну и раз мы заговорили про хуй алиса алиса очень аккуратно ходит по улицам америки потому что еще с гта помнит что проституток сбивают чисто поржать раз мы заговорили про проституток и про поржать казат казат это скриптонит из вселенной смешариков когда казат отправляет дикпик ватсап даже не сжимает файл аплодисменты айку недавно айк наконец-таки попал форбс когда дрочил на топ-10 успешных армян алексей палин друзья герой сегодня вечера в интернете есть очень много видео за которые алексею стыдно дмб жмурки все сезоны сериала солдаты но народную любовь алексей получил за два видео с собакой и с ногой в жопе и все сегодня комики шутят только про это к сожалению к сожалению я не исключение что общего между луной и жопой панина и там и там побывала нога человека рабочая почта алексея я тебя трахну собачка джимейл ком ну и напоследок хочется что-то хорошее про алексея на самом деле то всем его стебем стебем дело в том что алексей в 2014 году поддержал аннексию крыма и многие его возненавидели это правда но в том году он открыто высказался против войны и его возненавидели многие другие можно подумать что за эти годы алексей стал более политически грамотным но на самом деле он просто очень хитрый и сделал так чтобы за его взгляды его могли ебать и те и другие красавчик алексей спасибо что приехал что-то новенькое на нашей оргии встречайте алиса привет каждый раз когда выступаю на прожарке чувствую себя как в деревне тоже нахожусь среди каких-то петушков таир выглядит как человек который знает все коды от туалетов в ральфс причем наизусть это чистая правда казат не смотрит он подсматривает у лёши наверняка было секс втроем казат это на два больше чем бывает у тебя саша наполовину русский наполовину украине и у него нервный тик потому что его украинская часть пиздит русскую шутки не злобина постоянно уходят в народ или как объяснить почему их нету в стендапе путин хуй ло путин жал руку алексею возможно таким образом путин и подхватил бешенство да и есть правило шести рукопожатий но тут хватило одного чтобы путин оказался в полной жопе ну и завершающие у пони на такое лицо что ощущение когда он приходит продуктовый магазин его спрашивают вам как всегда и дают пизды ну чё мы переходим а сейчас комику из украины о простите из в украины это первый прецедент когда мы все стоим на одной сцене это большое счастье от эльерта мы с вами ждем не выступление а в первую очередь контр-выступление встречайте эльерт всем привет меня зовут эльерт я из украины все а теперь вы у меня в плену можете поднять все руки вверх я просто из украины я обожаю когда русские с поднятыми руками абсолютно все бомжи лос-анджелеса говорят что таир убога одевается в каталоге стрижек парикмахерских калифорнии стрижка александра незлобина называется залупа перейдем кайку айк айк из сан-диего еще в прошлом году у айка был ресторан русской кухни а в этом он из него сделал кальянную а шо случилось айк шо это за армянская спецоперация у тебя сегодня мы прожариваем алексея человека который думает что кожаные сандалии это бдсм костюм для ног выглядишь ты так конечно алексей что в прямом смысле и страхался алексей мог бы стать идеальным педагогом шикарным учителем потому что он идеально произносит фразу выйди и зайди нормально кредо алексея живи так чтоб когда говорили вот то скандальное видео с паниным то люди спрашивали а какое именно я знаю почему потому что в 2014 году он выступал в поддержку присоединения крыма в россии заявлял о необходимости расширения границ до россии также сообщил о желании посетить донбасс и поддержать лнр и днр только спустя пять лет алексей вышел из комы и перестал пить бутеррат на самом деле хочется сказать огромное спасибо алексей вы молодец это очень смело что вы здесь сегодня спасибо вам за вашу смелую политическую позицию и по вам точно видно что у вас стальные яйца мы просто раньше не замечали их собака прикрывала а сейчас все понятно спасибо алексею панину спасибо всем подошел самым сфотографироваться как можно я с тобой сразу сфотографируюсь потому что я потом не знаю как ты отреагируешь может быть ну зато у меня уже будет фотография я ждал от него что-то невообразимо жесткого я тебе скажу честно даже я устал уже слушать одни и те же шутки и если в какие-то моменты это было еще как-то смешно то сейчас я еще раз говорю мне и меня нельзя ничем из этого обидеть потому что половина из того о чем здесь говорят взятый желтой прессы российской а российской желтой пресс у нас самое честное в мире и самое правдивое поэтому половина того что здесь говорят как бы мне ну мне параллельно ну можно шутить но саш ты как продюсер должен все-таки как-то сценарный план как это все-таки драматургию выстраивать потому что ну раз пошутили про собак ну два про собак во первых кто вам сказал что я гей я не гей я живу с женщинами и нравится мне женщины и если мы с моей женой говорили о том что мы би свинг пара это не значит что я гей не вводите людей в заблуждение они действительно потом поверили что я гей я хотел познакомиться с кем-нибудь из симпатичных женщин здесь я уже охренел слушать про свою жопу собак я даже не комментирую собаки это отдельная история даже комментировать эту тему не собираюсь потому что всем кому интересно прослушать мои 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 рассказы про собак то вы можете включить кучу интервью там с дмитрием гордоном там все честно подробно рассказано поэтому если кто-то любит собак вперед а просто понимаешь кто там сказал что был секс втроем ты сказала я тебя удивлю у меня был секс у нас был секс вот здесь вот людей примерно столько же сколько нас был секс вот что значит когда вышел человек взял в микрофон сразу все замолчали лёха красавчик а вот сейчас мы начнем прожарку закрывайте глаза куда тут все блять а знаете что после этого я понимаю что нужно делать мы резко меняем всю программу и вырезаем все шутки у айка после твоей речи это пиздец будет если айк выйдет со своими шутками айк самый классный комик из нас то его нельзя выпускать это ущемление сразу видно часть иммигрантов которые приехали из россии которые ряд вы пускай айкбов передачу давай поженимся и выиграл его там выбрала волочкова а дала только гузеева это и называется победа как нам сказал айк у айка ресторан сан-диего у которого две звезды мишлен и один владелец пиздобол встречайте айк хорошо привет лос-анджелес он сейчас так сказал как будто мне нужно все-таки было бояться тебя и не его да заметили что когда панин приехал в лос-анджелес незлобен друг перестал выкладывать stories своих собак смотрите казат работает смог шопе он продает людям вейпы из-под полы потому что не может достать до витрины элерт всем говорит что у него есть номер зеленского а у меня две звезды мишлен в ресторане на самом деле у меня есть очень много шуток про элертон но как говорится зараз про украинцев по она не можно кстати да я владею рестораном пушкин сан-диего это не шутка это реклама таиры не злобен два друга две судьбы и один хуёвый парикмахер странно когда на сцене два известных юмориста которые были у дудя а деньги есть только у меня вы явно не тем занимаетесь если маржинальность моей селедки под шубой превышает доход вашего творчества ребят таир на половину азербайджанец на половину армянин его лучший друг не злобин на половину русский на половину украинец а вместе они позорят сразу четыре нации и так буквально пару шуток половину я уже вырезал не будет такой жести как у них окей тебя очень хорошо получает я против итак давайте перейдем к алексею пани у ребят давайте поаплодируем я с тобой сяду как на всякий случай просто просто на всякий случай не часто посидишь с уголовником за коньячком любимая группа пани на это ногу свело что в переводе означает нахуй нам такой фанат панин любит хот-доги потому что и собакой в рот испанский стыд стал более актуальной фразы после того как панин получил там пмж спасибо давайте поаплодируем алексею топ согласитесь реально крутой чувак эти сейчас без подъема офигенная прямо я я получаю удовольствие ты можешь курить принципе ты вне закона ёптать лёша хуя тебе можно и курить и все что то делать потому что ты сегодня доказал что ты очень крутой и ты дашь фору мне и ребятам когда его спросил могу ли я может быть я напишу тебе какие-то шутки он сказал нахуй мне шутки я буду говорить от сердца так он живет всю свою жизнь я снимался действительно во многих фильмах у меня их больше ста я снимался в разных фильмах я снимался у очень хороших режиссеров я снимался у очень плохих режиссеров там был шутка про за что мне стыдно сериал солдаты да мне очень стыдно за сериал солдаты я играл разные роли комедийные я играл бандитов я играл военных я играл веселых грустных я даже один раз сыграл молодого бориса годунова правда мне клеили бороду но вы знаете я вот сейчас сидел слушал и у меня все время была одна и та же мысль я бы очень хотел сыграть этого алексея панина про которого они говорят я конечно не подарок в жизни но вот тот алексей панин про которого они говорили он живет совершенно другой и более насыщенной жизнью то о чем они говорили там много правда из моей жизни ну процентов 40 ребятки я очень благодарен что вы пришли они правда талантливые я ни капельки не обижаюсь спасибо что были здесь это был лёха панин